Попадение проводом. Сколько сюда тас, конечно. Пенсионер уже еле дышит. Подъем дается ему тяжело, а впереди десятки ступенек. Чтобы получить справку об инвалидности, людям приходится по лестнице подниматься на девятый этаж. И так продолжается уже несколько месяцев. Женщина сюда, больная, не могла подняться. И это, на коленках поднималась на девятый этаж, а вниз спускалась, извините за выражение, на попе, по ступенечкам. Это дело. Столько здесь стариков. О том, что лифт отключат, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области уведомили за месяц. Идиома предупрежден, значит вооружен, в данном случае не работает. Руководство учреждения уверяет, что посетители могут вызвать специалиста на первый этаж, чтобы самим не подниматься. В таком случае странно, что очередь все-таки перед кабинетом бюро, а не около неработающего лифта. Да вы что, вы смеетесь, что ли? Кто кого поднимать будет, или кого специалист придет? Ничего не сделано. Вот я уже третий год инвалидом после обширного инфаркта. Я уже намучился. У меня же легче сдохнуть, чем сюда ходить. Напряжение в очереди в бюро понятно. Инвалиды, которым и так приходится сложнее, чем здоровым людям, оказались в безвыходной ситуации. По словам руководства бюро, лифт отключен из-за того, что бывший владелец здания, банкрот, не оплатил электроэнергию. Однако некоторые посетители утверждают, что видели, как лифт работал, переводил вещи с одного этажа на другой. А вот для людей в нем места не нашлось. Я с неходячим ребенком, перенесшим много операций, должна подниматься на девятый этаж. Как? На руках он у меня большой, ему 8 лет. Как я его должна поднять? Вы представляете, да я должна, значит, кушетку приносить, на каждый этаж ставить кушетку, ложить его и поднимать. Что за безобразие? Помогите нам, пожалуйста. Срок аренды помещений на девятом этаже у бюро истек еще 18 ноября. Теперь здание Новокжаново, 15, полностью принадлежит новому собственнику, следственному управлению. Бюро должно переехать и на Чайковского, 62А, на первый этаж, который полностью освобожден и готов принять учреждение. Бюро, в свою очередь, уже собрало вещи, но переезд до сих пор откладывается. Вы видите, что большая часть дел наших пациентов уже собраны, готовы к перемещению на новый адрес. Как только у нас будет распоряжение Росимущества, мы готовы переехать в течение одних суток. В итоге получается, что все готово, но нет бумаги. Сколько ее ждать, неизвестно. И неизвестно, сколько еще здоровья потеряют и так больные люди, инвалиды. Всего-то из-за бумажки и формального к ним отношения. Светлана Маркина, Виталий Осипов, РЕН-ТВ, Пилот.